Привет! Мы решили пообщаться с тобой как с лучшим Джарваном в мире среди девушек. Нет. Я не знаю, что я лучший. Ты можешь чуть погромче быть? Ну, только вот так. А, вот так пойдет. Мне кажется, ты спалилась. Ты сказала, что ты лучший. Ты не парень? Я сказала на аппарат, что я не лучший Джарван. А, то есть не лучший. Но вот все-таки сразу же возникает вопрос. Парень? Конечно. Я лучше, чем Джарван. Блин, вот так командные планы валятся. А Джарван, это твой мейн или нет? Нет. Почему? Ну, потому что на данный момент я еще не определилась на какую позицию. Я играю на топе, на миде, на боте. Вот. Поэтому я на топ сейчас не очень часто хожу. Один на один вообще не играю. Я предпочитаю РДД. РДД. А почему не взять в один на один Вейн какую-нибудь? Потому что она ссор, да. Она же вообще гнобит. В один на один побеждают брузеры. Вейн вообще всех уматывает. Вейн слабая. Надо играть за Вейн. В прямом эфире бесплатные уроки для Пашки. Да, ты чё, я всегда за Вейн в один на один играю. Ну вот ты. А Наташа. Ну раз ты всегда играешь, значит она самая сильная. Не, ну я же не сказал, что я всегда выигрываю. Ах, если... Я ещё ни разу не выиграл, вернее. Но всегда играю. Всегда играю за Вейн. Ну, упёртость это тоже иногда будет хорошо. А кем ты ещё планируешь сегодня играть? Ну, если я скажу, то будут баны. Так ты можешь сказать, то есть просто нам соврать и всё? Секретное так. Соври и всё. Соври и всё. Их забанят, а ты их вообще не возьмёшь. Апасарака. Апасарак. Понятно. Имба. Сейчас прикинь её в натуре и забанят. Жан, что у тебя есть? А Адежанна, как тебе Адежанна в один на один? Это вообще опыт. Адежанна? Нет, Адежанна только для 5 на 5. Понятно. А смотри, ты когда-то говорила, что ты собираешься уйти в реал-лайф, а сейчас у тебя 500 игр в соло-ранкене. Что неправильно пошло? Я качал ей, Элла, Вадим. Ну, вообще-то, я говорила это, во-первых, давно, во-вторых, я не играла весь ноябрь, почти весь декабрь, только где-то в половину января. Когда было холодно. То есть, ну, когда был холодно, да. Сессия же делать нечего. Вот. Развлекалась как могла. К тому же, я считаю, что 500 игр в соло-ранкене, это не так уж много, учитывая, что второй сезон начался ещё, ну, в смысле, обнуление статистики ещё было, по-моему. А сколько у тебя было в первом сезоне? Ну, максимум 1740 или 20, а было, по-моему, 1520. Ну, там была, как сказать, когда сказали, что будет обнуление Ранкида, то это сказали в мае. Ну, мы пошли веселиться, развлекаться, троллить в Ранкиде. А потом оказалось, что это будет не скоро. А через три месяца его обнулили. Поэтому так слилась. Ну, да. Я тоже туда пошёл за Ирелью учиться в Ранкидах. Ну, это да, это я помню, там был DreamHack, сказали, DreamHack закончится, мы обнулим. Да, 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 да. Тогда и поднял, кто-то поднял тогда триста эла, кто-то слил тогда триста эла. Да, я помню. Тут спрашивают, у вас есть какая-то женская команда? Да. Что за команда? TT Dragons. Кто в ней участвует? Ой, у меня тут дрель включили, надеюсь, меня слышно. Кто в ней участвует? Ну, из русских игроков я и Айпай, это моя подруга. Вот, остальные участницы, они немки. И они разговаривают по-русски? Нет, мы говорим всё на английском. Ага. Вот. Ну, у нас толком ещё, скажем так, нет основного состава, нас только собрали. Вот, первый серьёзный турнир, в котором мы будем участвовать, это ESL Cruiseries в Германии, да. Вот. А кто организатор всего этого чуда? Чего именно? ESL? ESL, это понятно. Кто организатор вашей команды? Ну, понятно, что Thermaltake спонсор, а кто организатор? Кто ваш манагер? Манагер, ну, наш манагер там, капитаны и так далее, вы можете посмотреть у нас на странице ESL, вот. Я вам сейчас могу даже скинуть ссылку нашей команды. А они из России, из Германии? Нет, они из Германии. А, понятно. А как так получилось, что вас взяли туда? Ну, вообще, команда планировалась, как бы, ещё почти полгода назад, по-моему, в октябре, или что-то около того. Мефис, ну, если вы её знаете, как достаточно, скажем, известная личность девушек на Западе, в Европе. Она немка тоже, ну, она говорит по-русски. Мефис. Она давно хотела сделать женскую команду, и, в общем, нас, скажем так, связали с ней, знакомили. Вот, она сказала, о май гауд, здесь айпай, здесь холи щип, сау гуд, и, в общем, она очень загорелась за желанием взять нас в команду. Вот, и, в общем-то, что-то пошло не так, потом у неё там были проблемы с компьютером, у неё не было интернета, и всё это дело очень так надолго занялось. Вот, и только вот сейчас, столько времени спустя, она всё-таки вспомнила, что она хотела всё это сделать, вот, она нас пригласила, вот, и ещё девушка других. Понятно. У меня провокационный вопрос. Известно, что большинство немецких девушек не отличаются красотой. Что ты думаешь о внешности своих тиммейтов из Германии? Хе-хе, я думаю, что это очень по-нацистски так рассуждать. Почему по-нацистски? Нет, ну, это факт, это факт, немцы так сами говорят. Хорошо, значит, девушки русские всё самое красивое. Да, но ты не выходи, Атема, что ты думаешь о внешности своих тиммейтов? Хе-хе-хе. Я не люблю оценивать девушек, а вообще больше мальчиков люблю. Странно, странно. Действительно. Что, народ, у вас есть уникальная возможность... Хе-хе-хе. Написал, ладно, я не буду это читать. Народ, у вас есть уникальная возможность задать вопрос будущему Каслеру Германии? Хе-хе. У них в команде няшная девочка с пирсингом? Да ладно. Что это? Это не ты, случайно? Нет. Что-то, народ, давайте умные, интересные вопросы. Ну, ну... Чего? Немки, вильмы самые хорошие. Хватит троллить девушку, она няшка, никто её не троллит. Народ, я жду... Кто троллит? Я жду от вас умных вопросов, интересно. У меня сложно затроллить, на самом деле. Ну да. Я тут ещё тролль со стажем. Вот, кстати, у меня какое-то тоже долгое время назад троллила всех и вся. Вот, с тех пор осталась моя плохая репутация, хотя я уже давно исправилась и вся такая положительная. Ну, тем не менее, hate is gonna hate. Понятно. Сейчас спрашивают, живёшь ли ты вместе с Алексичем? Конечно. А с Зулиным? Тоже, конечно. Понятно. И не только с Зулиным, ещё с Даймонд Роксом. Ген же это... Ну, я... Я смущаюсь. Это ваш превратник? Сколько играешь в лоу, спрашивают? В лоу? Ой, ну, по-моему, уже год и месяца два-три. Спрашивают, Сыч это птица или игрок в лоу? Сыч? Отругательство. Понятно. Так, а Пеппер спрашивают, живёт ли с вами Пеппер? Нет, мы его выгнали. Вы что, не слышали вчера новости? Понятно, ну да. Не отличился на карме. Выгнали Пепера? Выгнан из дома. Человек выложил картинку с колбасой и батоном. Наверное, это опять-таки завуалированный провокационный вопрос. Как ты относишься к заявлению многих мужиков, что вместо женщин на кухне? Я думаю, именно это он хотел спросить своим батоном и колбасой. Ну, я думаю, что если им так хочется на кухне, они могут пойти туда сами. У каждого есть свои хобби и кому-то нравится сидеть за компьютером, кому-то нравится упаться. Тут вопрос ещё стоит. Сколько элла ты подняла без М5 сама? Без М5? Да. Ну, я вообще-то не в М5, поэтому всё свою элла я поднимаю сама. То есть соло? Да. Ну, иногда дуло с друзьями, но у меня с М5. По-моему, по скилу всё было видно, что девушка играет хорошо как футер. Очень умный вопрос. О чём ты сейчас думаешь? О чём я сейчас думаю? Я думаю, что мне очень холодно, потому что мне правда очень холодно. У нас в комнате очень плохое отопление. Общага? А чё, Пепера реально выгнали, я так понял? Ну, не знаю, насколько его действительно ли официально выгнали, но там вчера были прям ливы из скайпа, обиженные с созданием новых тем, типа, а ещё команду. Расскажи нам, я уже и не в курсе. Пепер. Ну, я не хочу, может быть, просто я скажу что-то неправильно. Ничто. Вот, и поэтому не хочу ложные сведения говорить. Ну, тогда просто нам скажи открытый вопрос и понятно всем, кто виноват. Пепер. Обижается часто. Я не знаю, я уже включила стрим, когда уже он ливнул с конкурсом, то есть вот в тот момент самый. Сказали, что он всем надоёл своими капризами. Не знаю, по-моему, судя по стриму М5, Пепер обычно молчит и слушает, как его стебут. Где там капризы, я не знаю, но ладно. Разошёлся. Психоном. Наверное, такси было. Так, какие-то странные вопросы. Возьмёте на роль саппорта в женскую команду или что? Не, не выгнали, просто потроллили, но это каждый раз происходит. Народ, давайте умные вопросы. Какой герой для тебя самый бесполезный и самый сильный? Самый бесполезный? Всю жизнь ненавидела, ненавижу и буду ненавидеть Нидели. Это самый бесполезный герой воли, я считаю. Конечно, сейчас будет куча возмущений. Как так, Нидели? Сейчас хотшот напишет. О май гад, хотшот. Он Нидели открыл для нас всех. Я считаю, лично для меня, этот герой бесполезный. Она бесполезная. Ну, нет, может быть, в АП там весело покидать в копья там или что-то такое. В АД ее сейчас тоже стали модно собирать. Если бы вы знали только сколько АД Нидели слили мне с улоранки. Это просто... Батхёрт был дикий, конечно. Не, ну, может, на этом элоте. Ты не видела, может, нормальных Ниделей? Нет, это было давно, когда хотшот только первый раз сыграл в АД и в стриме. Вот, сейчас они, конечно, уже научились играть и, как бы, стало немножко получше. Вот, но все равно Нидели я не люблю. Ну, она не самый бесполезный такой герой. Ну, это на мой взгляд. Пушует лайн и там вообще мобильная очень сильная еда и выдает много дэмэджа в кошке. Ну, возможно. Если собирать АД, она еще и жирная. Если собирать АД, то есть собираешь 6 Бладфестеров и у нее 5 ЧКП? Не, ну, Фрозен Малит Атма. Либо Вармок Атма. А кто самый сильный герой? Ну, я не знаю. Я не могу сказать прям самый-самый сильный, а по этому какой-то. Но, мне кажется, в каждом классе есть свои, скажем так, балансные герои. Он сейчас самый сильный РДД какой, как ты думаешь? Самый сильный РДД Сивир. Ну да, Сивир сейчас. Сивир вообще всегда была моим любимым героем. Она еще была... Не, ну, она может потягаться там с Критудом. Зачем-то взяли ее, переделали, понерфили. А когда у нее был старый рикошет, это же можно было спокойно джанлить. Когда у нее был старый рикошет, ее вообще никто не ценил. Ей никто не играл. Я ей играла. Все было замечательно. Вот, а потом взяли ее и переделали. Ну, я считаю, что сейчас Сивир стоит банить в ранкете. Нет, я Сивир всегда баню. Ну вот, я тоже думаю, что она... То есть, если в команде Сивиру это, не знаю, процентов 70, то что? Эта команда выиграет. Да. Спрашивают, сыграешь ли ты за 20 баксов за недолей? В принципе, уже перечисляй Константину... Ой, то есть, говори Константину Абрамову кошелек. 25. 25. Торги, только у нас. Кто предложит больше? Может, кто-то там этот, Эвелину за 30 баксов купит? Твич, Твич 29. Тебя просто сказать «ня». Ня. Ня-ня-ня. Так. Как ты относишься к Кеннону? Кеннона? Я думаю. Я скажу так, Кеннон какой-то очень непонятный персонаж, потому что, когда я играю Кеннона, он почему-то не очень. Когда Кеннон против меня не играет, я поэтому он делает Пентакила, если Адетту, почему-то он выдает криты по 900. В чем соль, я не знаю, но Кеннон явно не манкерой. Хотя, когда-то я ему неплохо играла. Не, ну Кеннон, ты чего? Кеннон там вообще, он может так заспамить жестко. Во-первых, на лайне. Я знаю, поэтому против него я всегда плохо стою. Так, против Кеннона все постоят плохо, что не очень много станов. Станы, станы, дэмэдж, станы, дэмэдж. Так, народ, рублевый эквивалент не интересен, даже за 40. 24 года. Что за торги пошли чуть-чуть? Я не помню. Вот за то, чтобы овечь каким-то сыграл. Смотри, предлагают 30 баксов за AD Karma. Как ты относишься? Отрицательно. Просто несколько матчей и соточка твоя, я думаю. Катерина говорит одна, самый бесполезный чар в игре это Ну-ну. Нет. Взять какой-нибудь Вейн, да я не знаю, но на лайне. Это это смурф в госпиталь. Я уверен, я вас заставляю пикер. Кто-то говоришь без приема. Нет, я говорю Ашану, ну вообще очень стильный лайм. Ну да. Сейчас ты ашу же еще подняли. Ну я не заметила, что она стала намного лучше. Не, ну я там прирост, маны там, КД от волея. Она не стала намного лучше. Ну конечно не стала. Ашану на самом деле тоже такой специфический герой. И она в принципе мне нравится играть Ашану, но ей так тяжело играть. Это просто ужас. Потому что если она, если ее заганкали там разочек хотя бы и хотя бы немножко позвонили, это все она насосала и она больше не будет полезна в принципе. Вот. А если она стоит спокойно фарми там, как и вражеские РДД 120 на 120 там, то есть все у нее будет отлично. Ну ашана тяжело. Понятно, что она очень тонкая. Понял, что я тебе Зигз. Я им еще не играла, но мне он очень нравится. Да он его нервить надо пять раз. Да он его нервить надо пять раз. Дальше его тоже банить в себя. Ультатом с другого конца карты на тысячах. Там еще летит. Я считаю, что бомбермен, да. А его надо банить. Я пойду в следующем патче. Ну, по-любому. Что выиграет? Rhapsody of Wind или SDV? Как думаешь? Ну, а просто кто это? Просто кто это? Первый это Удир, а второй это Удир. Кто выиграет? Я думаю, что идет Удир. Думаешь, Удир? Да. Я, на самом деле, не сомневаюсь по этому поводу. Мне кажется, все возможно. Ну, да. Вот у них там война идет. Да там вообще, там просто меня жили надо. Я извиняюсь, что встреваю так в разговор. Просто посидела из-за тебя пятьдесят человек посидела, реально. Я хотел бы уточнить один момент, у нас сейчас возникла такая ситуация, что у человека вылетел клиент, там, я не знаю, залагало, дисконнект. Человек просит тригейма. Соперник от тригейма отказывается. Сколько минут? Уже довольно таки много, потому что... Ну, например. Чего противник зассал? Минут пятнадцать где-то. Ситуация такая же, что... Регейма не хочет, что... Регейма не хочет, значит, не надо регейма. Да, я хочу повести ситуацию, что регейма может быть, если там, в течение, ну, первой минут, там, вторая минут. До пяти минут, до пяти минут идет регейма. Стандартные правила в своих турнирах пять-семь минут, но если уже больше этого времени... Ну, то есть, ну, сами подумайте, в принципе, не обижайтесь. То есть, если, например, вам добивает Nexus, вы выдергиваете шнур своего интернета и говорите, ссори, людей. Просто дисконтактность, я, я шел к успеху, я бы сейчас бы его убил, а на Nexus у меня есть специальное заклинание, которое его защитит от всех атак. Так что, да, народ без обид. Регейма не будет. Пятая минута. Больше нет. А если я просит сказать «ня»? Я. Все, 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 все парни твои. Все парни геймзет. Регейм для слабаков. Так. Так. Провокационный вопрос, но я его не буду задавать. Кстати, если я спросил, я спросил. Мы еще не получили скринов. Все, я проиграла. Баны геймзет еще нет, пока что. Урхолиши проиграла со счетом 1-8. Там она один раз убила под фонтаном, а так-то, в принципе, все, больше ни разу. Но я хотел бы профстучить. Для истории. Есть же записи. У нас сейчас в эфире овечка, она бы подтвердит, что она поиграла. Ну, на самом деле, я не заскринила. То есть, в принципе, нету ни очков и победы. То, что мы стримимим, то, что мы стримимим, то, что мы стримимим, то, что мы стримимим. Я понял, что слева и не справа. Здравствуйте, как хорошо. Так, давайте, народ, давайте еще умные вопросы овечки. Кроме, кроме овечка-ня и как ты относишься к Урготу, давайте что-нибудь такое. Что она, там, какие стихи она любит читать там и так далее. Что-нибудь и поэтому. Вот то, что у меня еще один интересный вопрос, потому что что-то, туго с вопросами. Пельмени. Пельмени вообще. Почти что самая любимая. Ну, просто я расчет. А что делать, когда соседево не воруют твою еду? Не знаю, можно насыпать крысиного яда. В Юлии я с тобой дружу. Я хороший. Я вообще никогда тебе ничего плохого не сказал. Но еду я свою теперь буду проверять каждый раз. Так, как ты оцениваешь свои шансы в этом турнире? Не знаю, как получится. Ответь человеку, а то он уже 40 раз просил, ты левша, и у тебя мышка нага или нет? Нет, я не левша, я правша. Мышка у меня какая-то отстоянная за 350 рублей без коврика, потому что я ничеброд. Вот. Надеюсь, мой спонсор пришлет мне девайсы из Германии там все дела. Ты какой из Тайвани, наверное? Тайваньская фирма? Не, неважно. Пускай хоть наш менеджер из дома все высылает, но все равно. Понятно. Что ты ешь? Человек просто 50 раз спросил, что ты ешь. И я не могу тебе не задать этот интереснейший вопрос. Людей. Ну, очевидно же. Когда подсыпает яд, они умирают, а она их потом съедает. Да. Мне кажется, все ждали его ответа. Ты откроешь шкаф, там выпадет заначка. У каждой вечере у него скилевый капу. Не-не-не, у него там заначка просто. К сожалению, у меня нет шкафа. А, ну тогда печаль. Храню под кроватью. Где ты хранишь заначку? Под кроватью. Там пыль. Нет, там чисто, там все стерили. Просто пошли интеллектуальнейшие вопросы. Какой твой любимый питомец? Мой любимый питомец, я очень люблю крыс. Именно не мышек, а домашних крыс. И их яд. У них разве есть яд? Ну он же крысиный, очевидно. Нет. Так же и назвали. Анти-крыси. Такая драка не на жизнь, а на смерть. Просто висит же всяких накупили, а теперь на 42-й минуте не знают, что с ними делать. Висит, Виценд, Фонарь, там прочие дребедень. Так, а с кем сейчас будет играть? Вот. Кто где? И вот они сейчас выиграют. Я не знаю просто как их зовут. Удир, вот если вот эти Удиры выиграют, кто потом будет играть? Ну, не знаю. Наверное Удир. Сейчас посмотрим. Если выиграет Рапсодия, она будет играть с Бум Даркалли. Бум Даркалли. А если не выиграет Рапсодия, то с кем она будет играть? Ну, если Рапсодия не выиграет, она, к сожалению, вылетает. Как же так? А я же за нее болею. Давай подмашни там что-нибудь. Как же сделать? Может ее под левым ником, под смурфом? Так, а овечка будет играть сейчас с Сейтлайк? Сейтлайк. 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 Может, пойдем их к игру стримить, нет? Можно принять, я не знаю, хотя я написал Свети, что теперь мы 100% будем ее стримить. Так что, наверное, надо чуть подождать, наверное. Так она проиграет, нет? Нет, я думаю, выиграет. Так она просто агрессивная, а сейчас с ингибитор снесет. Там второе дело, вообще просто за центр карты. Вводим, да, этот картинку ушей, я может со свечей о стриме. Какую картинку ушей? Ну, а, этот? Да, сейчас я сыгрываю. Я сам посмотрю. ТТ. А вот те, кстати, девайсы от твоих спонсоров, а ведь в игре и получишь девайсы. Да, я поэтому не хочу победить. Попеда, победа. Попеда, победа... Попеда... Ну, кей-то, что очень, что они сейчас чувствуют встатные похуже, здесь вообще нормальный, здесь кливер, вот кливер вообще в такой ситуации у по, потому что у них мало арморат, кливер вообще жесткий. Читовник 44 минуты игры это вообще серьезно тем. для один на один этот только так первая стадия че там у света у света было бы все было бы за стартой нормал бы что то есть чисто вот и есть время а не влюбился чудесный твич ищет это такая девушка стали быть крыс в паре конституции но это же осталось любит корреспондент и чая так что какие стихи пушкина ты любишь немного плагиада подъятного вопроса ну ладно все же какие стихи пушкина ты любишь пушкина проразы писал стихи пушкин писал все поэзии суткин заболевал тоже писал любую полу кого кого в полосу мы спросили пепер съела лексича петербург проза геймер на 5 5 5 6 плавный переход только у нас он был сплавный переходы в общении да нет я насколько знаю в команде м 5 самый главный рейджер от именно госу папе который может ливнуть из skype психануус на райт на всех но при этом он выполняет свою функцию саппорта до конца пока они не проиграют ммм я не знаю для того чтобы проиграть поскорее а вот был хороший вопрос кто лучший из команды москва по твоему мнению я считаю что даймонд я тоже так считаю я смотрела и конечно почти все их игр на и имя вот он больше всех честно меня впечатлил даймонд он он реально тащит команду к победе вот я считаю что без него москву файф как бы не взлетели даймонд как ты относишься к осиопе спасибо риотам за это даймонд а почему вы были там две минуты на боте с пеппером спасибо риотам за баланс я думаю так тут надо человека забанить но фиг выловил нового это не сможешь вася пупкин надо забанить кого кого пизде это испорт да за ссылку на наушники анастасия ларина спасибо тебе гулкастом девочки виси мальчики вот эта идея членово дженнифер полянская спрашивает как попасть к вам в команду скажи да есть ли шанс у простых русских девушек попасть в этот немецкий коллектив ну во первых зависит от вашего конечно же элла элла не показатель нет элла показатель не показатель ну не стопроцентный но показатель то есть если тебе 900 элла то извини пожалуйста это понятно ну просто у нас часто встречаются любители сказать что я такой классный я так хорошо играю но почему-то у меня 1000 элла у меня просто всегда попадает в соцсетях я видел неправда это неправда я сама лично у меня есть град слился на своем аккаунте на 860 вот и я просто за два дня за три дня я точно не помню с 860 до 1200 без единого луза зале бланк я был стопроцентом у тебя какой большой самый большой винт ну у побед подряд сколько самая большая была у меня стих не знаю не помню например а я обычно когда у меня две или три победы это тоже четыре в рамки детства я обычно сразу иду сливать норму поэтому я в норму редко играть потому что я специально сливаю то есть как сливаешь потом сразу опять побеждаешь ну не можно сделать больше конечно можно вот я как то так не знаю с ним верно у меня было сколько там 32 0 за шага это было очень жестко спрашивает как ты относишься к у него этого лучшего игрока муту файл что его за флэм или то что он флэмит то что он флэмит ну я не знаю мне как то вообще все равно у них команда пускай сами разбирается нет даймонд по моему кстати по делу всегда говорить на самом деле ну то есть он ну а в основном по моему это в сторону этого дарьяна тут опять вопрос про литературные предпочтения кто какие фильмы про холмса нравится больше старые или новые читала ли книги я считаю что старые фильмы про холмса они конечно так сказать душевные ну очень в общем они именно подражают суть книг так ведь ливая здесь что перебиваю ливанов же признан самым лучшим холмсом да 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 истории да я вот об этом что именно старый холмс он такой душевный какой-то резонанс именно все по книге а новый ну это все таки блокбастер голливудский там все дела поэтому как то я чувствую себя лишним здесь если вы хотите если вы хотите лучше шерлока холмсом и голливудских блокбастер хотите посмотреть какой нибудь сэкшен веселый там интересный конечно идите на нового холмса хотите там не знаю порадоваться посмотреть оценить смотрите классик старые наши советские фильмы а этот спать спрашивают же ты наверно должна знать через свою подругу пирожка куда пропути куда пропал монка и как бы истребить потому что люди просто в панике ну я вам скажу так просто пирожком и монка вообще не вижу никакой связи там понятия не имеем где монка и что с ним значит его тиммейты врали по поводу не видишь никакой связи но потому что мне написали что монка а пирожковился это коммунист в москве но то что один раз мы были на дне рождении границы этот пирожок в месте это не значит что что тут спиртомах по моему по моему это прямое доказательство ну ладно не знаю это было просто искать обычная сходка только по поводу дня рождения все я бы не то скажу пирожка есть парень это не монка м это посол хаоса вансы не уже все закончили нет мы ждем вот я так человеку сказал что они ждут вообще меня не занимается девушка которая должна играть что пойдем может их постели подавайте подождем нет но я не знаю что третий раунд но точно вас будут им но там фест хотел стримить их да тут у них по моему тут затяжное ээээ ваше вытяжное 580 на 495 кошачьи бои 118 минут да блин сета бы собралась бы нормально она бы выиграла а тут что то фарса какая то фарса такси 4 уже мадреды нужны уже реально нужны мадреды четыре блогиста м тоже нормально 4 4 2 2 июня ботинок вообще не нужен таких игрок просто когда вдруг на другая кликнули ботинок заменил пошел таковать кстати вадим будем еще раз пробовать трюмда против фрекиста да конечно почему в тримах нет сайлент алая а кто это такой это игра команда абсолют ладжинс или кто русский но в общем я тогда ухожу в стартах спасибо то что пришла ответил наши интеллектуальные вопросы не очень интересен да пожалуйста это был очень это ну помогла это был меньше москву файла но это только решит который победил я понял по им менеджер москвы файл да еще на я тоже ты не слышал как она это говорила что не как бы я немножко отвлекается надо ну ты там с ней общаешься я в том числе все я тоже не слышал как она это говорила но я думаю что это менеджер москву файл почему бы и нет по крайней мере а иные иные доказательства меня нет что она не меньше кауза пашка мглорс у блатка может висеть шифр фокс турнира взять несколько можно но смысл но приводил жилья если он был российский то прости давайте кого ни другого можно прийти к вам другом пойти но блин не знаю мы же обещали в принципе может быть они успеют сыграть до того как света там выиграет пашка что там на канале на канале пока пассивно нам кого нибудь поищи кстати хочу сказать что гварды полный фейл вообще гварды в 1 на 1 не нужны потому что пока вы будете гвардаться враг отрегенит больше хп и у вас 700 хп хотя вы там возвращались что я не понимаю что поискать сейчас а еще матч там какой нибудь хотя можно да давай уже дождемся тогда или пойдем к нам процент в том что велика церковь поделка сайты я не знаю чем то он то стремится овца неплохо играет мощных посмотреть там очень будет эпичный а вы кстати пишите да 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 и пишет ты поревал интервью